Я мог прийти к зрителю 23-летним, а пришел 30-летним. А с чем это связано? Ну вот сейчас, когда стоит камера, и на нее уже можно не обращать внимания, я ее не замечаю. Она стала какой-то спутницей последних лет. А раньше все, что связано с камерой, с человеком стоящим, за ней вызывало какое-то очень горькое чувство. Потому что телевидение, которому я так обязан, обязан своей какой-то популярностью и специфически телевизионными работами, это телевидение долгое время не замечало меня и очень огорчало. Я даже боюсь, что оно ранило меня настолько, что как фантомная боль, это рано все время гудит. Но в самом деле, вот мне было 23 года, когда я получил первую в своей жизни, первую премию. Концерт лауреатов этого конкурса трижды показывали по телевидению. Трижды, с повторами, как тогда, любили. Естественно, я предупредил всю семью, я позвонил домой, потому что вот, у меня есть вещественные доказательства. Я стал артистом, я бросил университет. Вот смотрите, я же не зря. Короче, вся семья, все родственники, все друзья, все одноклассники, однокурсники, естественно, припали к экранам. И фиг. Третья премия была, вторая премия была. Была почетная грамота и какой-то диплом за слезы, утешительный. Были все, кроме первой премии. Ну ладно бы, значит, история моя на этом закончилась. Но ровно через четыре года на всесоюзном конкурсе артистов эстрады я опять получил первую премию. Опять в 83-м году припали к экранам мои родители, припали к экранам уже новые знакомые. Опять была вторая премия, была третья, была почетная грамота, диплом, был еще какой-то приз, не знаю, за что-то, за элегантность или за какие-то там глаза. А гран-при не было. Тогда этого в голову никому не приходило выяснять, почему не было. Никто за меня не вступился, я только помню, что потом, когда я уже стал появляться на экране так часто, что знакомые шутили, что достаточно, наверное, включить утюг, чтобы в который раз прослушать мою Магдалину. Потом только критики эстрадные, немногочисленные, стали писать о том, что я надоел. И даже тетеньки на улицах говорили о том, что меня довольно много. Я не мог объяснить им, что за все эти семь лет, что я не снимался, за те семь лет, что я снимался и вырезался, какая-то образовалась в душе, ну, это даже царапиной нельзя назвать, такая, какая-то болящая штука, которая меня заставляла сниматься везде. Фим, ты говоришь, что ты не пытался выяснить, почему тебя вырезали из телепрограмм, но наверняка ты сам себе этот вопрос задавал и как-то на него отвечал? Ну, люди, которым можно было бы верить, почему-то так всегда говорили, ну, ты же понимаешь. Отчего понимаешь? А я никак на вторую половину фразы не решался. Отчего понимаешь-то? Я думаю, что здесь дело не только в национальности, потому что, смотри, вот тот же Медокимов, который другой национальности, начинал же так же трудно, и ему было очень трудно, так сказать, выступить в какой-то программе на телевидении, даже на радио не так-то легко было выступить. А их тогда раздражало, по-моему, вообще любое новое явление. Ну, я не знаю, там, явление я не отношу за свой счет, там, явление, не явление. Вообще, любой новый звук, любое новое... Новое лицо. Новое лицо, да. Фильм, помнишь, 8 марта? Да. Мы вместе снимались. Ты что-то там читал, читал. Я помню это. Мы стояли, там исполняли песни, я что-то исполнял. Тоже для женщин такой веселый номер пародийный, все. Потом мы песни вместе, 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 без женщин, тра-ля-ля-ля-ля. И ноль. Нет, но дело в том, что он наверняка то же самое сделал, что я. Я сообщил своим... Я три года не мог уехать в деревню, не на что было ехать. Поэтому я сообщил в деревню, думаю, ну, там... У меня семья преподала каждый раз к телевизору, когда я звонил, говорил, вот сегодня смотрите. Это был первый наш телевизор, по-моему, вместе. Мы отснялись, что-то исполнили номера и ноль. Я говорю, как все нормальные люди, сообщили всем и сами сидим. Идем. Ну, кто, я знал об этом, он знал. Он догадывался, наверное, но я вообще понять не имел. Думал, раз, сняли, все, значит, все будет показано. Он должен будет радоваться всем. Я только за них переживал. Больше их радовался за них. Сижу, телевизор включили. У соседей, естественно, не было. Снимали, прочее. Раз, и показали только один маленький кусок, где мы с ним там... Как кельнеры за столами, что-то. Группу ребят, что-то трай-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар. Ой, как это страшно было. Но я-то уже к этому привык, потому что я с 79-го года снимался регулярно каждому празднику, каждому концерту, каждый огонек. И в результате дайте выпить. Продолжение следует...